Сегодня новость будет не такая важная, но так как в последнее время мы говорим с вами только о коронавирусе и новости только об этом, практически только об этом, другие новости мы с вами обсуждали, поэтому новость будет не самая популярная, но там очень много будет новых слов и тема будет такая интересная и, думаю, вам будет полезная. Так, новости мы с вами читаем вместе, вы будете видеть текст, значит, тоже читайте, я советую читать, говорить каждое слово, можете говорить после меня, можете говорить вместе со мной, потом слушать мои комментарии к фразам, к отдельным словам, и после эфира вы можете ещё раз послушать новость здесь или здесь в инстаграме или на ютюбе, и, если хотите, вы можете сами прочитать новость ещё раз, сами прочитать новость ещё раз, она будет в телеграме у меня на канале. Так, я стараюсь делать громче, как получается, очень громко говорить не могу, потому что в России уже 10 часов вечера, уже ночь, все спят, только я не сплю тут с вами, поэтому очень громко говорить не буду, но микрофон рядом. Так, давайте я вам покажу новость. Москва вошла в пятёрку самых пешеходных городов мира. Такая у нас с вами будет новость. О чём мы будем говорить? Мы будем говорить о городах, которые... которые... в которых удобно ходить пешком по каким-то туристическим местам. Ходить пешком. Не на транспорте. Именно пешком. Поэтому у нас пешеходные города. Самые пешеходные города. Пешеход – это тот, кто ходит пешком. На дороге у нас два варианта. Или вы пешеход, или вы водитель. Всё. Пешеходы ходят по тротуару, водители ездят по дороге на своём транспорте. Так, пешеход. Здесь интересно. Пешком ходить. Вот и получилось пешеходный. Обычно мы говорим, вот, пешеход – это у нас человек. Пешеходная улица. Есть улицы, которые только пешеходные. То есть здесь будет не тротуар, а вся улица. На ней можно будет только ходить. Транспорт там не ездит. Кроме, ну, может ездить какой-нибудь специальный транспорт. Например, когда убирают, чистят, моют дороги. Это такой транспорт может ездить. Но этот транспорт ездит не часто, не всегда. Поэтому мы говорим, что это пешеходная улица. Только для пешеходов. Так, следующее. Москва вошла в пятёрку. Пятёрка – это значит первое, второе, третье, четвёртое, пятое место. Пять мест. Мы называем пятёрка от слова «пять». У слова «пятёрка» мы можем говорить, не знаю, «пятёрка победителей». Кто выиграл только первые пять мест, первые пять победителей. Здесь у нас пятёрка самых пешеходных городов мира. Только первые пять. То есть самые-самые пешеходные – это только первые пять. Так у нас может быть пятёрка, шестёрка. Обычно начинается с тройки. Тройка, четвёрка, пятёрка, шестёрка, семёрка. Хоть там десятка, двадцатка и так далее. Может зависеть от разной темы. Ещё слово «пятёрка» очень часто мы говорим, когда мы обсуждаем тему школы. Обычно в школе нам всегда ставят оценки. И самая хорошая оценка в российской системе образования – это оценка «пять». Мы называем её «пятёрка» или «отлично». Четыре – это уже ниже. Три – это уже нехорошо. Два – это уже плохо. И по факту два является самой плохой оценкой. Может быть один, но это очень-очень редко. То есть пятёрка, четвёрка, тройка. Если два, то мы говорим «двойка». Если один, то мы называем «единица» или есть ещё слово «кол». Но единица, один, кол очень редко ставят в школе. Может быть, мне в школе никогда не ставили и моим одноклассникам. Но я никогда не слышала, что ставят единицу, кол. Какие остальные города? То есть Москва в пятёрке. Ну, скорее всего, да, то есть мы понимаем, наверное, Москва на пятом месте. Какие первое, второе, третье, четвёртое – тоже сегодня скажу. Понятно, о чём мы будем читать. Кстати, на фотографии – это Москва. Это улица Никольская. И здесь вы, если посмотрите на фотографию, то вы увидите, в конце стоит Кремль. Да, Никольская улица, она прямо отходит от Красной площади. И с Никольской улицы видны некоторые башни Кремля. Никольская улица, она пешеходная сейчас. Раньше она была... она была не всегда пешеходная. Сейчас она пешеходная. Так, читаем. Лондон, Париж, Богата, Гонконг и Москва признаны самыми пешеходными мегаполисами мира, сообщает Европульс со ссылкой на исследование Американского института политики в области транспорта и развития. Вот вы спрашивали, какие первые четыре места? Лондон, Великобритания, Париж, Франция, Богата – это Колумбия, Гонконг и Москва, Россия. Они признаны, то есть их назвали, это как официально, то есть по разным показателям, по разным критериям выбрали, что именно эти пять городов – самые пешеходные мегаполисы. Здесь важно, что они выбирали, смотрели, то есть вот эти вот пять городов – это только из мегаполисов. То есть может быть какой-то маленький город, он тоже очень-очень пешеходный, но в этом списке его нет, потому что он не мегаполис. Так, и это говорит... это информация из Европульса. Я, честно, не знаю, наверное, это такое вот информационное агентство, медиа. Но первый источник, откуда мы знаем эту информацию, то есть откуда Европульс узнал эту информацию, из исследований Американского института политики в области транспорта и развития. Исследование – это когда изучают, узнают, хотят, задают, сначала задают вопрос, после этого ищут ответ на этот вопрос. Вот это вот как раз будет исследование. Американский институт политики в области транспорта и развития, я даже нашла сайт, на сайте я тоже нашла всю эту информацию, Institute for Transportation and Development Policy. Если вы хотите, после эфира можете тоже посмотреть на официальном сайте, там всё на английском, но мы с вами читаем на русском. Сейчас мы узнаем, почему, как выбирали, именно и как выбирали, и как выбрали эти пять городов. Дальше. Самые низкие позиции заняли города США. Там практически не развита пешеходная инфраструктура, и передвигаться без автомобиля крайне сложно. По показателю доля горожан, живущих в пределах 100 метров от мест без автомобильного движения, скверов, парков, пешеходных улиц, лидирует Гонконг. За ним идут Москва, Париж, Богата и Лондон. Итак, мы с вами узнали, что пять топовых, которые самые-самые, это, ну, ещё раз там, Лондон, Париж, Богата, Гонконг, Москва. А в самом низу, то есть, совсем-совсем-совсем не пешеходные города, это города США, то есть, у них низкие позиции, низкие места. Всё очень логично, потому что мало пешеходов. В Америке более популярно ездить на своём транспорте, да, то есть, ездить на машине. Личный автомобиль, личный автотранспорт более популярен, чем ходить пешком. Мне кажется, это всё очень логично. Пешеходная инфраструктура не развита. И если у вас нет машины, то вам будет очень трудно, вот крайне сложно, то есть, крайне это значит очень-очень сложно, очень трудно путешествовать по городу, ездить, ходить по городу без автомобиля. Ну, без транспорта это передвигаться как раз. Если вы не знаете, что выбрать, ездить или ходить, то скажите просто передвигаться или там добираться из одного места в другое место. Так, какие были показатели, признаки, критерии, параметры? Вот первый параметр – это доля горожан. Доля – это часть или можно ещё здесь сколько количества, сколько горожан, людей, которые живут в этом городе, в пределах, то есть рядом с ними, сто метров можно ходить только пешком. Вот именно такая небольшая территория, небольшая площадь сто метров, где можно ходить без машины. То есть там рядом есть скверы. Скверы – это такие маленькие парки, совсем маленькие. Парки, понятно, пешеходные улицы. Вот, например, вначале, да, у нас была пешеходная улица Никольская. Это не сквер, это не парк, это просто пешеходная улица. То есть там без транспорта, только пешком. И самый-самый-самый пешеходный город по этому показателю был Гонконг. Лидирует, то есть он самый пешеходный. Так, Париж занял первое место в категории доля горожан, живущих в пределах одного километра от больниц и школ. Следом расположились Лима, Лондон, Сантьяго и Богата. Кроме того, важным параметром стала средняя площадь жилого квартала. Чем он меньше, тем быстрее и легче пешеход доберётся до места назначения, потому что ему не придётся обходить массивы зданий. Массивы зданий. По этому показателю первое место занял суданский город Хартум. За ним следуют Богата, Лима, Карачи, это Пакистан, и Токио. Так, мы узнали, что Гонконг это первое место, если это 100 метров какие-то парки, скверы, то есть в пределах 100 метров парк, сквер или пешеходная улица. А Париж лидирует, то есть, опять же, первое место, если доля, то есть, опять же, количество людей, сколько людей живут рядом с больницами и школами. Что такое рядом? значит, это, ну, минимум, даже нет, извините, не имею, максимум один километр до больницы и до школы. Москвы здесь, конечно, точно нет, я знаю, не во всех, не во всех районах Москвы есть больницы, которые прям совсем рядом. и после Парижа находятся следом, то есть, на втором, третьем и так далее местах находятся, расположились Лима – это Перу, Лондон – это Великобритания, Сантьяго – это Чили, и Богата – это Колумбия. Еще один важный, то есть, третий критерий – это была средняя площадь жилого квартала. Средняя площадь. Что такое площадь? Это, ну, скажем, такой квадрат. Не помню, не помню математику, я вам не назову формулу, чему равна площадь, ну, можно просто сказать, кое. Это не та площадь, на которой вы гуляете. Нет, здесь площадь – это когда вы измеряете, например, вас спрашивают, какая площадь у вашего дома, и вы называете квадрат, ну, в квадратах сколько, сколько по размеру ваш дом, квартира и так далее. Здесь средняя площадь, не самая большая, не самая маленькая, средняя площадь квартала жилого, то есть, там живут люди. Если он меньше, если он такой небольшой, маленький, то пешеходу быстро и проще, легче дойти, мы говорим пешеход, значит, он доходит, ему быстро и просто дойти до того места, куда он хочет попасть, до места назначения, куда он идёт. и ему не надо большие дома, даже не один дом, а несколько домов обходить долго, то есть, это всё очень быстро и удобно. И по этому критерию, по этому показателю, первое место – это Судан, город Хартун, дальше богата, Колумбия, Лима – это Перу, Карачи – это Пакистан, и Токио – это Япония. И вот такая вот у нас небольшая, маленькая статья. К сожалению, здесь не так много было о Москве, может быть, в каких-то критериях Москва тоже, может быть, была на первом месте. Здесь были только три критерия, и она встречается вот во втором, в третьем, в первом, извините, в первом критерии у нас есть, Москва. Но, и вот я вам показывала фотографию, да, это, я думаю, что сейчас, может быть, это самая известная пешеходная улица в Москве, она стала наиболее известной, то есть, они много говорили, её много показывали, когда проходил чемпионат мира по футболу, да, чемпионат мира по футболу в 2018 году, и на этой, на Никольской улице были, я думаю, все туристы, которые приезжали смотреть чемпионат, они 100% были на этой улице. Кто приезжал в Москву на чемпионат по футболу, тот точно был там, то есть, в этот период эта улица была полна туристов, там было очень много туристов, вот прям, ну, не пройти. Кстати, вы можете найти видео, у меня в инстаграме, можете найти видео, я показывала, сколько людей на Никольской улице, как раз, когда проходил чемпионат. так, ну, вот такая вот у нас небольшая статья, я думаю, было много новых слов, здесь мы говорили, у нас были идти, ходить, пешеход, водитель, и так далее. еще раз, статью вы можете прочитать под видео. Спасибо за внимание, я была рада, что вы были сегодня у нас на прямом эфире и слушали новости. Субтитры сделал DimaTorzok